Всем привет! С вами Ультра. И сегодня я покажу, как сделать простой заводик материи в Industrial Carva 2 Experimental. Нам потребуется генератор материи. Делается по старому рецепту репликатор. Собственно, та хреновная, в которой будут производиться наши предметы. Трансформатор ВН, который делается вот так. Это обычный средний трансформатор. А аккумулятор делается вот так. Два медных провода, свинцовая пыль, серная пыль и бронзовые оболочки. Стекловолокно, я думаю, показывать не стоит, разве что здесь серебряная пыль требуется, но она получается... ...из вот таких вот кучек, которые в свою очередь получаются при переработке золотой руды в термальной центрифуге. Так, а вот эта красная пыль, это результат смешивания редстона и пыли алмазов. Далее. Хранилище шаблонов. Делается три укрепленных камня, улучшенный механизм, улучшенная же электросхема, два шахтерских лазера и вот такая вот хреновная. Делается она довольно-таки просто. Ну, я бы даже сказал геморройна. Так, один секунд, я ее сейчас найду. Потому что, ну, то на файтамс не горит желанием показывать крафты. Так. Нам нужна вот такая пыль. Пыль оксида кремния и обсидиановая пыль. Но обсидиан передробить нетрудно, а вот эта пыль делается из четырех глиняных в термальной центрифуге. Блок глины передробить просто. Далее мы получаем вот такую заготовку, которую тупо жарим. Так. Сканер. Две железных пластинки, укрепленное стекло, два электромотора, электросхемы, корпус механизм и лампа. Электромотор делается вот так. Половенная оболочка, железный слиток и две катушки. Катушка клепается из неизолированного медного провода и железный слиток. Так, воронку, сундук, ловушку и крафт этой панельки я показывать не буду, поскольку это к муду не относится. Это тоже простая штуковина, жидкостный выталкиватель. Просто извлекает предметы с первой подходящей стороны. Не предметы, а жидкости, простите. Оловянные пластинки и электромотор. Все просто. Давайте попробуем поставить. Я включу день. И так. Ставим в таком порядке. Сначала ставится генератор, потом репликатор, хранилище шаблонов и, наконец, сканер. Именно в таком порядке, либо наоборот. Сканер, хранилище, репликатор и генератор. Можете ставить как вам угодно. Либо в таком порядке, либо в таком. Потребляют энергию 3 из 4 механизмов. В хранилище энергия не нужна. Дальше что мы делаем? Мы подводим питание к системе. Я сделаю так. Довольно-таки колхозно. Вы можете подводить по-другому. Теперь берем хоппер. Сюда. Это нам понадобится для загрузки утиль сырья. И кидаем апгрейд в генератор материи. Теперь. Наша задача. Накормить генератор утилем. Я просто возьму коробочки с утиль сырьем. Так. Генератор заработал. А тем временем я покажу одну фишку. Сканер. Просто кладем в него сканируемый предмет и ждем ровно минуту 40. То есть получается 100 секунд. Оп. Появилась материя и тут же утекла в репликатор. Вот. Тысяча мили букет. Здесь хранилище на 8 ведер материи, а здесь уже на 16. Старайтесь отличать. Репликатором может использоваться апгрейды на ускорение, трансформацию и... Крати говоря, он может пользоваться всеми апгрейдами. А генератор материи может использовать только жидкостные выталкиватели. Не знаю с чем это связано, но факт остается фактом. Плюс к тому жидкостные выталкиватель можно настроить. Если, допустим, вам надо, чтобы... Материя текла не в репликатор, а, допустим, в эту сторону. Вы зажимаете shift. Щелкаете с апгрейдом в руке правой кнопкой мыши. И у вас три из четырех стрелок гаснут. Вот. Вы получили настроенный апгрейд, автоматическое лечение с южной стороны. В принципе, настрой может производиться на любом механизме, а не только на том, который требуется. Я, допустим, настроил вот тут. Даже на любом блоке я сейчас попробовал на траве. А если щелкнуть два раза, то настройка сбрасывается. Настроенные и не настроенные апгрейды не стакаются. Но настроенные одинаково стакаться так и будут. Можем настраивать сразу упаковками. Я только не понимаю, с чем связан вот этот баг. Ладно, не будем даваться подробностей. Так, тем временем в сканере. 75%. Он щелкает ровно по 1% в секунду. Ириди-горуду можно найти только в сокровищницах, без использования генератора материи и репликатора. Либо у других игроков. Допустим, можно купить диск с записью. Вставив его сюда. Нет, по-моему, вот этот слот. Короче говоря, определить экспериментально. Конечно, все вставляется вот сюда. Сюда вставляется диск, который используется в крафте, хранилищий шаблоны. 96, 97. И с него снимается вся информация. Ну, как компакт-диск в компе. Мы получили результат. 22B. Это обозначает, что вам потребуется 22 ведра материи. Вообще, я бы зарядил 2 генератора на 1 репликатор, будь у меня на то ресурсы. И 1000К единицы энергии, то есть 1 миллион. Нажимаем кнопочку с сундуком. Все. Выбираем шаблон. Вот он у нас появился. И нажимаем стрелку вверх. Вот это вот. У нас вот это пролистывание шаблонов. Это импорт с диска. А это экспорт. Запись на диск, либо выброс в репликатор. Иридиво руда. Вот мы видим 22 тысячи и 1 миллион. Здесь 12 тысяч. Теперь объясняю по репликатору. Эта кнопка стопает весь процесс. Желательно не использовать ее, когда процесс близок к своему завершению. Поэтому лучше дождаться лишний раз и стопнуть сразу же после окончания. Чем тратить материю и энергию, она обратно вопреки ожиданиям не вылится. Сингл. Эта стрелка позволяет сделать единичный предмет. А вот эти вот замкнутые стрелки, они делают беспрерывно. То есть сделался один предмет, тут же начинает делать другой. Вот. Появляется вот такая вот конструкция из двух стрелочек. Можно переключаться между режимами без боязни. Только не надо стопать. Даже допустим у меня сейчас ничего не осталось. Дальше мы тут ждем некоторое время. И получаем наш драгоценный ридий. Ну вот собственно и все. Объяснил как мог, надеюсь что вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok